Организация странных спортеров нефти ОПЕК, основанная для создания баланса на мировом рынке черного золота, отреагировала на просьбу Евросоюза качать еще больше нефти. Генеральный секретарь Мухаммед Баркиндо заявил, что картель не сможет заместить в Европе российскую нефть за счет других стран и их незадействованных мощностей. О причинах отказа и кто, кроме Индии, стал еще больше покупать российскую нефть по скидке в обзоре моего виртуального коллеги Айсаджа. Здравствуй, Мария. Нефтеэкспортная организация сообщила Евросоюзу, что имеющиеся и будущие санкции против России могут привести к наихудшей ситуации с поставками сырья на мировой рынок. Когда представители Евросоюза попросили картель добывать больше нефти используя свои незадействованные мощности, генеральный секретарь Мохаммед Баркиндо сообщил, что ОПЕК не сможет возместить ушедшие с рынка российские баррели. По его словам, в результате санкций и других действий против России около 7 миллионов баррелей в сутки российских жидких углеводородов могут уйти с мирового рынка. Принимая во внимание прогноз спроса, ОПЕК не сможет возместить такие существенные объемы. «Текущая волатильность на нефтяном рынке вызвана нефундаментальными факторами и находится абсолютно вне контроля картеля», — добавил Баркиндо. Он также сказал, что Евросоюзу нужно продвигать реалистичный подход к энергопереходу. Тем временем отгрузки нефти Юрлс из Балтийских портов России в Турцию достигли в марте исторического максимума — полумиллиона тонн. В апреле показатель возможно будет еще выше. Рейдеры отмечают, что спрос на российскую нефть в Турции оживился на фоне рекордных скидок. Кроме того, Турция остается одним из немногих покупателей российской нефти в регионе, поскольку, в отличие от европейских стран, Анкарани ввела ограничение на импорт и оплату энергоресурсов из России. Мариан. Спасибо, Айсанж. Ну и тему про долг... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова